Зона АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Это что такое? А, Вовочка, так это ты здесь играешь. Извините, что ты делаешь? Я не хочу. Я просто тут играю. Вы не обиделись? Да нет, конечно же, глупости не говори. Правда? Да правда, правда. Играй себе здесь на здоровье, сколько хочешь. А я пойду. Дядя! Что еще? Вы с мамкой моей поговорите. А что случилось? Скажите ей, что это вы мне подарили часы. А то она думает, что я их украл и не отдает. Даже так? Слушай, я с мамой твоей обязательно поговорю. Обещаю. И вернет она тебе твои часы. Веришь? Точно? Дай пять. Подошел в состав с далекой пересылки. Пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая. Жизнь лихая создала им предпосылки, что не выпустит закон из цепких лап. Зона, 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 не к сидельцам, не к погонам. Не спешит выйти апрельская копейка. Да, Дима. Все-таки жалко, что мы с тобой при таких обстоятельствах познакомились. Обстоятельства здесь ни при чем. Бог нужен слабым. А я так справлюсь. Да это Бог. Я вот сам не смог. Послушайте, отец Михаил. Неужто вы всерьез думаете, что сможете кого-то перевоспитать здесь, в тюрьме? А я вот верю в Бога, а перевоспитывать мне не надо. Все в руках Божьих. Все-таки возьми почитать. Нет, спасибо, не надо. Обойдусь. Отец Михаил. Могу я исповедоваться? Конечно. Как тебя зовут? Лунем его кличем, батя. Павел меня зовут. Я крещеный. Я раньше в церковь ходил. Ага. Выломи с подельничками хату. Кацанет старушку топориком по тимичку. И шлятись к попу. Чисто дел я был. Один труп на мне. По неосторожности. Вот что, Павел. Я слово Божье разнесу людям, как обещал. И мы с тобой поговорим. Хорошо. А вы, батюшка, и мне слово Божье подкиньте. Я в катехизе сейчас во как нуждаюсь. Хорошо. 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 Выходит, я полностью прощена? Нет, конечно. Вот выпьешь со мной мировую, тогда другое дело. Ты не разговаривала со мной целую неделю? Или я нехорош для тебя в роли простого оперативника? Олег, прекрати, я считаю, если на чистоту, что место начальника оперчасти тебе подходит гораздо больше, чем это. Я так считаю. Однако ты повелась на болтовню Колесникова и не вернула мне кассету. Олег. Не оправдывайся. Ты все правильно сделала. Если эта кассета поможет тебе спасти Павлова, значит, мои мучения были не напрасны. Ты серьезно? Конечно. Мне было время обо всем подумать. Знаешь, Лена, я понял, что каждый день без тебя прожит пустую. В хате с самокрутками проблемы. А тут, походу, на папиросной бумаге хреначат. Спасибо батюшке за подгон. Так, дам, конечно, арестант уважаемый. Только вот слово вот же на самокрутке пускать не надо. Все сказал. Ты же, Димон, вроде в Бога не веришь. Вера тут ни при чем. Только и в тюрьме человеком оставаться надо. То есть, походу, я не человек, да? И батюшка меня в свой приход не возьмет. Запомни, Димон, у каждого должен быть свой приход. У отца Михаила свой. А у меня свой. Книгу отдай. Поиграем в игру. А ну-ка, отбери называется. Слабо? Ты меня на слабо не бери. Врезать тебе или сам отдашь. Агдан, не угорчение. Отдай книгу. Не по-божески это. Так, так. Какие еще прогоны будут? Отец Михаил нормальный мужик. Мы тебя, Агдан, уважаем. Ну, ты книгу отдай. Слово-то божье. Негоже, надо им-то пускать. Ты что скажешь? Думаю, надо отдать, раз хата решила. Не знал я, что вы все тут такие верующие собрались. Как это в Библии сказано. И волки сыты, и овцы целы. Павлов, слегка. На суд поедешь, Алексей. Я был не прав. То, что тогда было между нами, не ошибка. И забыть это я не могу. Зачем же забывать друзей? О друзьях надо помнить. Мы не друзья. А кто же? Ответь сама. Друзья так не целуются ведь, да? Так. Значит, это любовь? Я не знаю, Олег. Не знаю, все так запутано. Леночка, я очень страдаю. Давай остановимся. Мне через полчаса надо быть в суде. Ну, беги, беги на свое заседание. Я не сомневаюсь, ты выиграешь дело, Павлов. Ну что, Лунь, ставить больше нечего? А когда? Дай в долг. Я отыграю Сильверну. Нет, в долг не буду. Не отыграешься. Короче, Лунь, ставлю весь твой проигрыш против исповеди. Как это? А все по понятиям. Выиграешь, бабло твое. Проиграешь, на исповедь не идешь. Я сам твое шнягу приму. По рукам? По рукам? По рукам? По рукам? Зачем же так? Все в порядке, дочка Милая? Все в порядке? Все, все, все нормально, все, дедуль. Не переживай, распишись тут. Спасибо, спасибо, Милая, спасибо, Милая, спасибо. Следующий. Спасибо, Милая, что я не могу. Все, передай, передай, передай. Следующий я говорю. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья по поводу часов. До свидания, часы к передаче запрещены. Нет, вы меня неправильно поняли. Просто ваш Вовка говорит, что вы ему не верите. Так это он вас их украл? Ну что вы, ваш Вова очень милый мальчик. А часы я ему сама подарю. Ах, вот оно что. Ой, ну спасибо вам. Ой, вы не представляете, у меня даже камень из души упал. А как вас зовут? Диана. А меня Маша. Очень приятно. Ну что ж мы здесь стоим, через окно разговариваем. Да вы проходите, проходите ко мне. Обед. А не дадите, батюшка, еще что-нибудь почитать? Тогда. Ша. Привнесите, по ходу, слово божье в массы. Пойдем, Павел. Исповедую тебя. Передумал он. В грехах запутался. Простите, отец Михаил. Ну что ж, бывает. Значит, время твое не пришло. Мам, а можно я еще погуляю? Ну беги, беги, только шапку одень, давай, и застегнись хорошо. Ой, ну караул, такой быстрый, шустрый вообще. Ой, да по-моему нормальный пацан. Да, так угощайтесь, угощайтесь, Диана. Ой, Диана, я так за него боюсь. Ну не знаю, ну что он в этих стенах видит, а? Ну что? И дома одного не оставишь. Понимаете? А здесь целый день на территории, людям только мешает. Не знаю, у меня прям душа вся извелась за него. Ой. А, да, кстати. Вы знаете, Диан, вы вот, вы часы заберите, заберите. Вы что? Нет, нет, нет. Они такие дорогие. Нет, 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 Мария, часы я не возьму. Ну что вы, о чем вы говорите? Ну я же ведь от чистого сердца. Так, я даже не знаю, ну, ну чем вас отблагодарить? А давайте я вам, это, с передачкой помогу. Да нет, спасибо, не нужно. Не нужно. А тогда свиданку организую. Давайте, я могу, я договорюсь. Мария, да вы не беспокойтесь. У меня ни со свиданками, ни с передачками проблем нет. Да. Угощайтесь, угощайтесь. Так, я обновила базу данных, теперь можно будет делать поиск и по статье, и по дате заключения под стражу. А выбывших заключенных мы выделим отдельно списком. Вроде как по фамилиям проще контингент сортировать. Так у нас и по фамилиям каталог останется. Да, вы не волнуйтесь, Николай Степанович, теперь ни один заключенный у нас не потеряется. А что у нас? Что, кто-то терялся, что ли? Коленька. Коленька, я все поняла. Я так счастлива. Теперь все, все будет по-другому. Хорошо, хорошо, Лариса. Как ты себя чувствуешь? Да, я в порядке, девочки. Ну, вы-то скажите ему, что я совершенно здорова. Да. Да. Ты понимаешь, я все поняла. Проблема не во мне. Проблема, милый мой, в тебе. Лариса, ты не должен здесь больше оставаться. Хорошо, хорошо, конечно. Хорошо? Конечно, конечно. Я скоро приду, и мы обо всем поговорим. Нет, 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 нет. Ты не понимаешь. Я все решила. Это же так просто. Лариса. Это очень просто. Напиши, чтобы всех отпустили. Ты начальник? Ты начальник, ты можешь. Напиши, чтобы всех освободили. И мы тогда, мы тогда с тобой тоже будем свободны. Ты понимаешь? Хорошо. Я подумаю. Хорошо. Конечно, Лариса. Приемная Костюхина. Секунду. Пока, Степанович, из управления. Да, да, да. Я у себя возьму. Иди домой. Займись чем-нибудь. Ужин приготовь. Вечером все обсудим. Отлично. Ой, господи, бедная. Жалко ее. Ее? Николая Степановича жалко. Надо же, столько лет занимается. Ой, господи, как сам ты еще не свихнулся? Непонятно. Пошел и слей. Павлову я сам отойду. Да хоть всех. Ну что, Алексей? Плохие дела. Продлили содержание под стражей. Надолго? Еще на три месяца. Да. Крепко они в тебя вцепились-то. Ну ладно. Пошли, что ли? Поваленьку. Ладно. Может, еще все и образуется. Это был мой последний шанс. Сейчас укатают на пятнашку минимум. Лариса Петровна, что вы делаете? Не волнуйтесь, Николай Степанович разрешил. Необходимо всех отпустить. Лариса Петровна, что вы делаете? Не надо. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Выходите, люди. Вы свободны. Выходите! Господи, да что ж вы за люди такие недоверчивые? Я же говорю вам, вы свободны. Спасибо. Дураков нет. Благодарствуйте, матушка. Благодарствуйте. Ибо сказано, братья, мы и так свободны. Я поняла, вы мне не верите. Я жена начальника тюрьмы, и он меня слушается. Вы слышите? Ну? Вы слышите? Выходите. Я прошу вас. Я умоляю вас. Выходите, иначе мой мальчик не родится. Все-таки вы видите? И сыт. Выдешь, все хуже сделаешь. Бориса! Ну? Зачем ты пришел? Я только уговорила их выйти. Как это понимать? Отдай! Леги! Выходите! Прекрати, немедленно! Прекрати, я тебя... Тихо, их нужно выпустить! Прекрати, я тебя... Ключ! Ты мучишь невиновных людей! Прекрати, Бориса! Прекрати! Прекрати! Ты убил нашего сына! Убийца! 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 Можешь ничего не говорить, я уже все знаю. Это ужасная несправедливость. Ничего, ничего, все образуется, вот увидишь. Леночка, ну что ж ты так, милая, ну что ж ты? Ну нельзя же так серьезно ко всему относиться, Леночка, милая. Ну не плачь, ну не плачь, ну пожалуйста, не плачь, все, все будет хорошо. Не плачь, не плачь, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь. Не смотри. Что случилось, дорогая? Ты меня стесняешься. Почему? Неужели между нами остались какие-то тайны? Замолчи, урод. Урод, сволочь, подон. Продолжай, продолжай. Ты знаешь, меня заводят, когда ты ругаешься. Слушай, ты, ну чего тебе от меня еще надо? Еще надо. Ты уж будь со мной полаская. Знаешь, давно хотел тебя спросить, почему ты его не бросишь? Что? Может, тебе нравится сюда мотаться? Ну что ж, я не против. Ты даже можешь почаще сюда приходить. Пусти. Стерва. Я теперь понимаю твоего мужа, козла. Я сам бы тебе с удовольствием врезал. Он тебя, суку, не добил. Пожалел, дурак. Ты ничего не знаешь ни про меня, ни про моего мужа. Понял? Ой, Лен. Да вы у меня все как на ладонях. Послушай. Чего ты из себя матерезу корчишь? И ты получаешь все, что захочешь. Какого черта? Гражданин майор, там это, приказали матрасы выдать. Николай Степанович, я отвела вашу жену домой. Я не должен был так поступать. Николай Степанович. Ну не вините себя. Вы очень хороший. Слышите, вы очень хороший и терпеливый муж. Ну, каждый человек может сорваться. Правда, Катюш? Ты так считаешь? Извините. Чего ты так долго мутишь? Квалификацию потерял? Вот только сейчас базлать не надо. Как дядя Гриша научил, так и делаю. Сам же потом будешь не филями давиться. Усилк. Хорош будешь здесь. Гуратич, вернешь? Можно так с вами посажу? Давай. Давай. А то. Квалификацию не пропьешь. И не прочиферишь. А вот Лариса, жена начальника. Ну, давно это у нее. Ну, чтобы зэку выпускать, такое с ней впервые приключилось. А так говорят давно. Она что-то про ребенка говорила. Несколько лет назад здесь бомб был. Отморожен ее в заложниках держали. Вот Лариса Петровна тогда умом малым-малый трогалась. Так я не пойму, ребенок-то тут при чем? Испугался насильно. Малютку она носит под сердцем. Я сам его увидел. Ну, почему я должен все время выслушивать жалобы хозяина на тебя? Почему ты, Полина Витальевна, все время попадаешь в какие-то жуткие истории? Ой, как я... Я, я, я. Сначала с дочерью Маченко, но с ней, слава богу, обошлось. Потом с Ларисой Петровной. Я тебя как родную принял. А ты меня как Борова под нож подставляешь. Ну, что мне тебе прикажешь с собой делать, а? Сергей Сергеевич, ну, вы же знаете, Лариса Петровна всегда там проходит. Ну, не могла же я к жене начальника тюрьмы силу приметь. Ничего я не знаю. На вот. Садись. Пиши объяснительному. Найми Костюкина. Давай, давай. А что писать-то, Сергей Сергеевич? Откуда я знаю? Что было, то и пиши. Что писать, что писать. Ну, что там у тебя опять? Ну, что, ручка у вас течет. Ой. Ну, все, заляпнула. Ну, что ты за человек, а? Ну, что? Полина Викторовна. Ну, что, Сергей Сергеевич? А мне неприятно с тобой, честно. Ну, ручка-то ваша. Ладно, давай, иди руки мою. А то перепачкаешь мне все документы. Да давай, иди, иди. Объяснительно. Да бог с ней с объяснительной. Будем считать, что тебе повезло. Да, Сергей Сергеевич. Все, все, иди, иди, иди. Пока не передумал. Давай, давай. Давай, давай. Вот здесь еще. Подпишите. И вот здесь. Спасибо. Я могу идти? Да, иди. Катя, подожди. Сядь. Я попросить хочу. Ты не жалей меня. Да я вас и не жалела. Можешь ничего не говорить. Все же так понятно. Николай Степанович, ну вы такой хороший, вы такой добрый. Ну вы же извели себя. Ну болеет она, ну ничего, что-то не поделаешь уже. Да что же вы кресты на себе ставите? Эх, Катя, Катя. Что ты в этом понимаешь? Крест. Знаешь, как я у Ларисы была раньше? Веселая, добрая. Танцевала. Я ее люблю. Вы ни в чем не виноваты. Если бы так. Если бы так. Николай Степанович, если я хоть что-то могу для вас сделать, вы мне только скажите. Я всегда помогу. Спасибо, Катюш. Спасибо. Спасибо. Пардон, мадам. Ой, Марин. Что ты забыла? Зачем я к тебе зашла-то? За таблетками, наверное. А, да. У тебя нет чего-нибудь от головы? Что-то голова стала очень болеть. Да чего-нибудь, а? Да-да. Ну, я думаю, что таблетки вам помогут. Вот, возьмите. Че, так заметно, да? А че тут замечать? Вся тюрьма знает, что вы из Алистарха сюда работать пришли. Ну, не только из-за него. Я себе поклялась, что вообще больше ни из-за кого страдать не буду. А не получается. Как увижу его. Хоть вешайся. Ну, вот. Только этого нам сейчас не хватало. Ну, сердцу-то не прикажешь. Люблю я его. Подлеца. Все трудимся, девочки. Да мы пора. Они как пчелки. Ой, а куда деваться, Сергей Сергеевич? Вы же нас без работы-то не оставляете, поднял? Ну, что принесли? Отпечаточки пальчиков. Отсканировать и в ЗИЦ отправить. Можете? Сергей Сергеевич, не получится. И че там? Да у нас сканер сдох, только завтра починят, а? Плохо дело. Да подождите, че вы раньше времени-то переживаете? Факс-то еще никто не отменял? Слушай, точно. Умничка. Я тут с этими технологиями новыми совсем с ума сошла. Сейчас дедовским способом отправим. И запроси, чтобы прогнали по всей картотеке. Хорошо. Это кому-то у нас такая честь-то особая оказана? Да я сам не знаю. Вот, получим ответ и узнаем. Мадам. О, Сергей Сергеевич. Ой, господи. Ну, как же в жизни все закольцовано, а? Ну, ведь была у меня уже безответная любовь. Но это еще в молодости. Так она мне всю жизнь переломала. До сих пор раны у меня не заживают. Я вас так понимаю. Но это я еще молодая была, глупая. Ой, Марина, если б ты знала, какую я тогда страшную ошибку совершила, до сих пор за нее расплачиваюсь. Не веришь? Ну, что вы, что вы, я верю, верю. Ну, с каждым может случиться. Ой, не с каждым. Если б ты только знала, что я совершила, ты бы со мной сейчас по-другому бы разговаривала. Ну, ну, перестаньте, Полин. Ну, что вы можете такого совершить? Не накручивайте себя. Хорошо. Тебе скажу. Только ты никому, ладно? Ну, ладно. Так и сидите. А вы на чем, Анастасия Павловна? Ну, вы же, Олег Николаевич, свои обещания не сдержали. Угу. Олег Николаевич у нас известный обманщик. А вот и нет. Заноси. Свободен. Ваша ручка. Хорошо. Ну, как ощущения? Ну, вы лучше, да. Спасибо, Олег Николаевич. Я ваш должник. На веки. Ловлю на слое. Ну, ну, дорогая моя, смотри, не обождись. Да, гражданин начальник. А с кем это шверник? Не знаю. Они же отсюда вышли. Отсюда? Нет, гражданин начальник, вы что-то путаете. Я тут уборку делаю. Ну, не было шверника, ей-богу. Не верю. Да ладно, черт с тобой. Ай да шверник. Вот такие есть дела. А ты говоришь, Аристарх. Да. Вот такая штука жизни. Алина, ну, вы не подумайте. Я об этом никому не скажу. Нифига себе. Что, мерзнешь? Да, Вовку жду, Юр. Слушай, Маш, сказали, ты меня искала? Утром искала. А сейчас я не знаю, стоило ли. Ой, Маш, давай, говори, не томи. Ой, ну, с утра приходила ко мне женщина. Дианой зовут. Ну, помнишь, я все переживала, что Вовка ему часы украл. Он ее, что ли? Да нет, наоборот. Она сама ему часы подарила. Ну, слава богу. Прояснилось. Поздравляю. Да подожди, поздравляй. Я это скажу. Странная она какая-то, эта Диана. Я полчаса с ней проговорила. Так и не поняла, кому она ходит. Ну, не вижу причин для беспокойства. Я бы ее точно заметила. Я же тут всех как родных знаю. Ну, может, раньше ты на нее внимания не обращала? Ну, на нее невозможно не обратить внимания. И платок у нее заметный. А платок тут при чем? Ну, помнишь, ты меня все расспрашивал про платок? Так вот у нее такой же, как у Марины нашей. Мам, домой идем. Идем, зайчик, идем. Горе-то мое. Ну, все, Юр, мы пошли. Давай, пока. До завтра. Подожди. А когда эта Диана снова появится? А что вдруг? Ну, заинтриговала ты меня, мать. Да? Ну, ты, Юр, ты, Юр, ты, Юр. спешишь поскорее сбежать отсюда я даже тебе завидую сейчас уйдешь на солнышко а я здесь останусь сволочи как же ты меня достал ну что ж это уже кое-что от ненависти до любви один шаг а платочек тебе идет так я забыла что это твой подарок от ненависти урод до трупа один шаг какого трупа твоего назад назад Назад. 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 Да. Давай на голову. Да ты что в натуре? Рамсы попутали. Да за базаром отвечай. Отвечай. Да я малолетка по ходу по бутсам. Охренеть что-то, корявки растая. Я тебе вместо желтый картош. Да, так ты попей не чешешь. Ну вот, дикоса. Ну так с волками жить. А то. Так. Порядом, что арестантам попей не бот с него заброняется. Стенка, стенка, стеночка. Павлов. Слегка. Вот такие дела, братва. Завтра доиграем. Подошел в состав с далекой пересылки. Пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая, создала им предпосылки. Что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, не к сидельцам, не к погонам. Не спешит выйти апрельская капель. Доброе утро, Николай Степанович. Доброе, доброе, Катюш. Чаю не надо. Завари-ка ты мне кофе. Да покрепче. Я уже заварила. Сейчас принесу. Приятного аппетита. Доброе утро, броды. Как ты догадалась? Да я же Ларису Петровну сама в чадо дома провожала. Но видела, в каком состоянии она была. Тут и к гадалке ходить не надо. И так понятно, что вы всю ночь не провели, не спали. Наверное, про завтра-то и забыли. Спасибо, спасибо за заботу. Да кушайте, кушайте на здоровье. Николай Степанович. А вы жену с кем оставили? Соседкой. Не знаю, как ей помочь. Не знаю. Николай Степанович. Наверное, это не мое дело. Но может быть, вам все-таки Ларису Петровну в клинику определить? Ты хочешь сказать, что? Да. Я хочу сказать, что ей нужен профессиональный уход. Ну, пусть ей уколы поделают. Лекарства давать будут постоянно. Ну, ей так легче будет. И вам. Николай Степанович. Я же переживаю за вас. Я же боюсь, что вы изведетесь совсем. Вы знаете, я уже с мужем сестры поговорила. У него друг в психиатрической клинике работает. Он сказал, что с поступлением не будет никаких проблем. Вы согласны? Спасибо. Я подумаю. Катя. Спасибо. Спасибо. Зачем вы меня вызывали? Алексей Михайлович, что с вами? Неужели беседа с адвокатами не способна скрасить ваши серые тюремные будни? А с чего вы взяли, что они серые? Мы с братвой вам в футбол играли. Могли бы выиграть. Рада за вас. Ну, что ж, приступим к делу. Угу. Все не только уж и плохо. Да что вы говорите. Неужели нашли нового козла отпущения? А меня постановили выпустить, да? Настраивайтесь на положительное скотслушание. Дело развивается по своим законам. У нас все будет хорошо. Со стороны защиты выступят два свидетеля. У вас прекрасные характеристики с места работы. Да, положительные. Только место работы-то где? Тут-то они меня поспешили уволить. Прекрасные характеристики. Слов нет. Алексей Михайлович, что с вами? Да живу я теперь по законам джунглей. Да. Только в наших джунглях окна зарешочены, на дверях замки. Да ты не парься, адвокат. Я в порядке. У меня, походу, в хате все. Елочку. Уважаемый арестант с блатными ручками. У нас в зоне другие порядки. А я и зоны не боюсь. Привыкну. Зачем вы так, Алексей Михайлович? Я же добра вам желаю. Да мало желать. Конвой! Конвой! Ну и чего у нас с хозяином? Ничего, устал. Жену свою всю ночь караулил. Она вчера как камеры пооткрывала, так до утра и зажигала. Бедняжка. Ой, не говори. Слушай, еще неизвестно, может на ее месте мы бы с тобой умом тронулись. Да, ты бедняжка. А я-то почему? Да я не могу, переживаешь так, словно изменить что-то можешь. А знаешь, могу. Я у Ларисы Петровны уже, между прочим, в клинику определила. Ну что? Я в клинику, а сама на ее место. Настя, ну зачем ты так? Да как будто прям не видно, как ты в его сторону неровно дышишь. Знаешь что? Я если дышу в его сторону, то тихо дышу. И зла никому не желаю, понятно? И Ларисе Петровне в первую очередь. Так, все, проехали. Ну подожди, ну как это проехали? Это же служебный роман, отличная тема. Верни тюремный. Слушай, Настя, я в твои дела не лезу? Я же вижу, как ты на Раевского заглядываешься. Как это не лезешь? По-моему, ты мне только вчера об этом говорила. Дура ты, Настяка. Я же тебе от всего сердца. Слушай, ну Раевский твой ходок известный. Он тебя в коптерке где-нибудь завалит, и потом даже не попрощается, к новой юбке пойдет. Ну понятно, понятно. Личный опыт, что ли? Да, личный. А Николай Степанович наш не такой, да? Не такой. Ну ладно, извини. Я не понимаю, как такое могло произойти, что за месяц провалены два наших внедренных человека. Олег Николаевич, проанализируйте, откуда идет утечка информации. Ну не так уж, чтобы совсем провалены. Мы же успели перебросить их к соседям. Да, конечно. То, что до самосуда не дошло, это, конечно, замечательно. Но ведь могло дойти, и многие головы могли полететь. А вы, Вадим Григорьевич, почему наблюдение подключаете только в исключительных случаях? Вам что, пленки жалко? Слушай, Светлана, мать твоя, Адольфовна, ты мне тут начальничка-то не изображай, я тебе не Раевский с Багром ублажать не стану. У меня две сотни хат, сотрудников с Гулькин хрен. И те, по твоей милости, сутки напролет 123-ю хату пасут. Вадим Григорьевич, а зачем вы ее смотрите? Разве я еще не приказала снять наблюдение? Чего? Ну, не успела, значит. Ну, так я приказываю. Снять наблюдение с хаты 123. Можете выполнять. Как снять наблюдение? Так, и все, все. Совещание закончено, все. Вы можете идти, Олег Николаевич. Илья Иванович. Останьтесь. Светлана Адольфовна, что происходит? Надеюсь, на этот раз вы приготовили что-то новенькое? Нет, не угадал. Опять пришли просить за своего американца. Ну, что мне сделать, чтобы вы отстали от Денниса? Я уже говорил. И еще раз повторяю. Я связалась с родителями Деннисом. Вы на глазах моих растете. Моих таки глазах. А мне не до шуток. Родители Деннис очень простые люди. Насколько я поняла, денег у них нет. У них вообще никаких денег нет. Они живут выплачивая кредиты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я сейчас разрыдаюсь. Какие бедные американские папа и мама. И как не сладко живется им в ужасной Америке. В этой стране чудовищных контрастов. Прекратите поясничать. Вы же представитель власти. Спасибо, а то я забыл как-то. Короче, девочка. Эти жадные америкосы тебя обманывают. У них есть богатый родственник. И не какой-нибудь богатый родственник, а родной дядя нашего Дениски. И не просто богатенький дядя, а настоящий миллионер из настоящего города Детройта. Давай, Катя, сходи покурею. Вадим Григорьевич, вы забыли, я же не курю. Иди тогда носик припутай. Давай иди уже. Почему вы передумали с Павловым? Никогда не поверишь, что Мащенко продавил вас. И вы готовы замарать руки в крови. Спасибо. Спасибо на добром слове, Юрий Иванович. Ладно, Юрий. Не парься. Не опасен твой Павлов ему больше. Показания Абальского суд не принял. Павел Сергеевич успокоился. Значит так, девочка. Свидание с Деннисом я тебе разрешаю. Сегодня же. Я не знаю, поблагодарить вас или ударить. Скажешь Деннису, что шансов выйти у него нет. Есть только дядя миллионер. Слушай и запоминай. Скажешь ему, что он должен написать своему дяде и передать номер счета. Номер я скажу позже. Как только деньги поступят на номер счета, Деннис улетит в свою Америку. Ну, может, и тебя с собой прихватит. Вы... Вы... Вы подлец. Да что ты говоришь? Или это я написал заявление об изнасиловании? Кому этот блудливый америкашка под юбку залез? Ко мне? У меня ее, как видишь, нету. Но я же хочу забрать это заявление. Умная. Побольше срубить решила? Напрямую с ним договориться? Значит так, Любушка. Ты к нам обратилась? Машину нашу ты запустила. Поздно пить боржон. Колесики-финтики уже крутятся. Рыпнися. Смолотят и тебя. И мне хреновато будет. Вот что, дорогуша. Успокойся. И со своим нытьем ко мне подходить больше не смей. Иначе навредишь и себе, и своему Дениске. Че, опять две одинаковых попалось? Да нет. Одна и та же. Я ее вчера в тетрадку записывал. Видишь, над куполом подчеркушка. Точно она. Так, так. Ну и куда же эта тыщенка шла? Она не одна шла. На взятку через нас дальше шли. А с утра уже у нас. Не успела бы эта купюра по городу провернуться. Походу, ей со стукачем рассчитались. Неплохо кто-то стучит. В хорошем наваром. Так, экономист. Описывай маляву в пять-два. От кого конкретно подгон. Эй, Лунь. Помоги маляву упаковать и быстро засылайте. Вот черт. Дорогу к соседям. Через больничку полицаи оборвали. Че замер? Через кабру гони. Не, ну конечно, через кабру дольше. Зато наверняка. Вон мусора у нас. Дорогу перекроют. Стоять! Лицо в сиденье! Сначала главное, с агентами с пять-два что-нибудь решайте. Засветил его Раевский. Что ж ты сразу-то не сообщил, Глеб? Юрий Иванович, ну сам по сути. Не мог же я искать и выломиться. Да верно. Черт. Сколько у нас времени? Минут пятнадцать. Ладно, посиди тут. Покури, пока я предупрежу, кого надо. Я сейчас. Из пять-два пишут подгон тысячный от Ванька был. Вот падла, а. На него бы никогда не подумал. Суки. Сучья смерть. С этим бы не заржавела. Только тут полный облом. Вытащили его кума из хаты. Успели. Погоди, Агдам. Как? Стоп. Никто же кроме нас не знал. А у Грюмова сразу же кум зачем-то к себе потащил. Занятное совпадение. Да будете. У Грюмова он же свойский пацан. Да я тебе говорю, не мог. Он что, дурак так подставляться? А кто Кумовского тогда предупредил? Я купюру на ваших глазах проверил. Раньше никто просечь не мог бы. Загадка. Я так мозгую. На дороге кумовская хата нарисовалась. Там маляву перехватили и куму отстучали. Вот жизнь пошла, а. Никому верить нельзя. С Угрюмом походу поосторожней будьте. Про делюгу не вскрывайтесь. А ты экономист молодца. А бухгалтерия твоя в елочку. Далеко пойдешь. Ну, если бы не ты, порешили бы Ванька и вся недолга. Ну, успели, ладно. Чего теперь языком чесать? А что там с Павловым? Павлов сейчас в авторитете. Общак обсчитывает. Не зря экономистом работал. Пригодилось. Да и по моим сведениям выходит, страховать Павлова хватит. Слушай, давай я тебя переброшу? Нет. Братва на меня сразу с купюрой подумает. Спалюсь. Это верно. Ну, а как ты теперь в хату возвращаться будешь? Базарюсь. Маляву могли и по дороге отсканировать. Главное, подозрений сейчас не вызывать. Так что, Юрий Иванович, отсижусь в шахтерах. Ну, а там недельки через две и перебросите. Согласен. Рисковый ты мужик, Глеб. Какой я тебе мужик? Я духовитый пацан на... В конвале! Курим. Вот черт, а! Хорошо, хоть тебе, Арик, помощь дали. То я с этой хреновиной бы до самого обеда кандыбался. А куда спешить-то? Хотя с таким раскладом мы с тобой и вдвоем. До обеда не управимся. Вам чем-нибудь помочь, мальчики? Спасибо, Полина Италиевна. Мы сами. Арик! Арик, стой! Ты меня подожди, Арик! Блин, надорвешься же! Арик! Здравствуйте, девочки! У-у-у, какое кресло! Папин-подарок. Не угадали. А Кати нет, а вы по поводу ее запроса в ЗИЦ? Да, а где она? А ее хозяин вызвал, но ваш ответ, по-моему, пришел. Найти? А, хорошо. На. Так, только в нашем зональном центре такие пальчики не значатся. А, а, вот ответ. Узгляните, Сергей Сергеевич. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, нет, так нет. Отлично. Одной проблемой меньше. Ладно. Подождите, а может мне из Москвы убийца отправить? Ну, разве что для очистки совести. Хорошая песница. Да, Юр, чуть не забыл. Тебе тут какая-то Адель Митрофанова звонила. Акифист, кажется. Акивис? Точно. Ну, я бы у тебя на столе листочек видишь. Спасибо. Адель Митрофановна, здравствуйте. Вы звонили? Да, капитан Багров. Прийти поговорить? Пожалуйста. Срочно? Ну, хорошо, давайте сегодня встретимся. Да, я буду вас ждать. До свидания. Коварищ капитан, там натирающий прокурор приехал. Лусанов? Так точно. Хочу с вами поговорить. Просит зайти через часок. Он в кабинете Николая Степановича. Хорошо, передай, я обязательно зайду. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Я прошу. Слушай, Алексей, выручишь меня? Смотря что попросишь. Пятихатку подогнать сможешь? Вот так вот надо. Пятихатку не могу. А сколько сможешь? Стольник могу. Черт. Понимаешь, тут такое дело? У матери пенсию украли, а у меня не гроша. Мать сегодня на свиданку придет, я бы ее подкинул, мало-мала. Сутки, походу, мало будет. Может, посмотришь, и скребешь пятихатку, а? Паша, я тебе честно сказал, стольник у меня. На, вернешь, когда сможешь. Такое дело. Мне завтра-послезавтра карточные долга отдадут, будут бабки. Ну, посмотри, может, где завалялось. Ну, ты, походу, не догоняешь. Ну, нет у меня больше. Рублей восемь, может, мелочью осталось. Да, это меня не спасет. Ну, а что ты паришься у пацанов, спроси. С меру по нитке им наберешь сколько надо, а может, и больше. Благодарю за подгон, за совет особо. Попробуй. Когда его приведут, я выйду. Ясно? И никаких глупостей здесь. У вас будет пять минут. Никаких сюси-пуси. Только по делу. Только про дядю и счет. Ясно? Ясно. Если все пройдет по плану, и Денис напишет дяде, я разрешу вам длительное свидание. Я все поняла. Ну, и замечательно. Заводи. Как ты... Господи, как ты похудел. Любушка. Я очень рад тебя видеть. Я так по тебе скучал. Меня предупредили, что будет совсем мало времени, а ты должна будешь сказать мне что-то очень важное. Что-то, после чего, наконец, меня смогут выпустить. Я не верю. Но ты же мне веришь, Денис. Ты должен мне верить. Я понял. Да, милая, говори. Я готов на все. Лишь бы поскорее освободиться. Я слышала, у тебя есть дядя. Хорошая новость. У меня целых семь детей. Но этот дядя, он миллионер, и он живет в Детройте. Я слышал о дяди Натане. Слышал, что он очень богат, но не знал, что он миллионер. Спасибо следствию за информацию. К тому же, мои родители много лет не знали, где он. Теперь хоть будем знать, что он живет в Детройте. Меня попросили передать тебе, что ты должен написать ему письмо и попросить перевести деньги на счет, которые тебе укажут позже. После поступления денег на счет тебя, тотчас же отпустят домой. Это исключено. Дядя Натан в ссоре с моими родителями и ни за что не даст денег на мое освобождение. Особенно так, без каких-либо гарантий. Так что, Люба, шансы мои равны нулю. Может быть, стоит попробовать. Все кончено. Никогда не выбраться отсюда. Я тебя отсюда вытащу. Слышишь? Я клянусь тебе. Во что бы ты ни стал. Вручай, спортсмен. В хате бабла ни у кого нету. У тебя одна надежда. Сколько? Пятихратка. Сдурел, что ли? У меня ж подгонов еще не было. Я думал, тебе так полста рублей на сигареты. Полста дам. Благодарю. Ты же сидишь, весь общак у тебя. Ну, выручи до завтра. Ну, никто не хватится. Здравия желаю, товарищ полковник. Присаживайся, Юрий Иванович. Вы тут с Андреем Гавриловичем обсудили последние события на тюрьме и пришли к выводу, что нужно бы тебя выслушать. Как там твое частное расследование продвигается? Ну, что, вы думали, что Велера выбили? Я не думал. Я в этом уверен. А факты? В том-то и дело, что фактов нет. Одни загадки. Ты рассказывай, Юра. Все как есть. Все свои. Про общак, Паш, ты и думать забудь. Ну, почему? Ну, что там деньги какие-то особенные? Завтра же сказал, деньги получу и отдам. У Агдама спроси, скажет, дам. Сказанул тоже. Агдам никогда из общага не даст. Ну, а я чем-то лучше, как дам. Родной мамке не смог помочь. Я к жизни. Ну, в общем, две истории болезни есть, а людей нет. И никаких следов я не нашел. Ну, а как связаны между собой эти Гайдышев и Акивис? Один сел за вооруженное ограбление, второй за нанесение тяжких телесных. Связи никакой. Вот только на больничке они лежали в одно время. Гайдышев умер, а Акивис поправился. Значит, их медкарты вы нашли под обшивкой машины Веллера. Да. Веллер их прятал. От кого, почему, не знаю. Единственное связующее звено, это дата. 17 апреля. Так, а что у нас было 17 апреля? 17 апреля Гайдышев умер, а Акивис выписался из больнички. И еще. Эта дата, 17 апреля, была в дневнике Веллера. И что это все значит? Пока не знаю. Но все ниточки сводятся к Веллеру. Ну, хорошо. Давайте так решим. Как только появятся новые данные, то сразу ко мне. Да. А следак предложил написать дяде. А дядя миллионер. Как ты догадался? Ну, ты что? Стали бы они первые побавшиеся американцы на тюрьме по беспределу держать. Ты хочешь сказать, они все заранее знали? А сам-то как думаешь? Теперь мне все ясно. Только они ошиблись. Дядя Натан в ссоре с моими родителями. Они 20 лет не виделись. И платить, походу, никто не собирается. Даже если бы я к нему слезно писать. А ты что, не собираешься писать, что ли? Нет. Напрасно. Ну, я же тебе объяснил. Напиши. Тебе не убудет. Дядя тебе не поможет. Ну, может быть, Интерпол тебя узнает. Тебе не убудет. А, это ты? Запрещенки нет? Распишись, чтоб я время не тратила. На. Как там с твоим американцем дела-то? Долг еще я передачки принимать буду? Не знаю. Э, э, ты чё, девонька, а? Ну-ну-ну-ну, говори, а? Ты вот чертин, не задерживай. Цыць, ты у следователя-то была, а? Тоже нашла, где плакать. Тут тебе не психиатр. Ну давай, отходи, коль расписалась. Была. А ну, цыць, я говорю, человеку плохо. Сейчас вообще перерыв устрою. Ой, была, ну и чё? Отчаялась, я Маша. Душа бы кому-нибудь продала, открою, звали чего. Э, ну ты замахнулась. С душой-то ведь ты. Ой, чем же тебе помочь, а? Слушай, а вот разве... Сходи-ка ты к батюшке, к нашему, к отцу Михаилу. С ним заодно о душе и поговоришь, а? Адель Митрофановна, понимаете, тут такое дело. Сын ваш. Да. Да, да, я знаю. Понимаете, не смог я его найти. Его от нас перевели. А куда? Ну, я продолжу поиски. Я обещаю. Я знаю, что умер мой Ваня. Главное, что ты осознала свою ошибку. Да. Скажи, Люба, ты видишь какой-нибудь выход для вас с Деннисом? Остался только этот дядюшка-миллионер. Ну, я не думаю, что он станет вам помогать. Ну, а что же тогда делать? Знаешь, я попробую обратиться в американское консульство. Думаю, они могут нам помочь. Нет, не надо. Не надо никому говорить. Я хотела. Я хотела, но... Но меня предупредили и сказали, что будет только хуже. Что Денниса перепрячут в другую тюрьму. И все. Спасибо вам за то, что вы меня выслушали. И, пожалуйста, никому не говорите про Денниса. Подожди, подожди, Люба. Скажи, вы с Деннисом оба любите друг друга? Наверное, да. Тогда я знаю, как вам помочь. Не волнуйся. Я не буду привлекать к вам внимание. А как же вы тогда нам поможете? Очень просто. Вам надо обвенчаться. Тогда все обвинения опадут сами собой. А почему вы решили, Адель Митрофановна, что ваш сын умер? Я к гадалке ходила. Она по фотографии сразу все и сказала. Умер мой сын. А как умер? Не сказала. Нет, сказала. Он естественной смертью умер. Желудок у него болел. Да. Язвенный гастрит. Да. А в карте написано, что он выздоровел. Значит, это ошибка там. Скажи, Саня, по поведу Интерполу, это ты серьезно? Я что, на веселого похож? Кажешь, серьезно. Интерпол может помогать? Это тебе не Бэтмен. Наши могут отбрехаться. Но без него у тебя вообще никаких шансов. Ну, не может человек без вести пропасть. Меня на войне. Это Россия. Здесь всегда война. Ты пойми, тем, кто сейчас закрыл суда, невыгодно, чтобы тебя нашли. Не понял. Скорее всего, на тебя и делать никакого нет. Сидишь по беспределу. Почему? Толстому распоряжению. А следователь? Какой следователь? Если он не дела расследует, а сразу бабки требует. Нет, конечно, он следователь. Только на других делах. А ты для него кабанщик. Тебя хотят раздербанить поскорее. Я не буду платить. Ну, это я уже понял. Напиши, дядя. Девку свою любишь? Напиши о ней и побеспокойся. Здесь 400 отдашь, когда сможешь. Нет, у меня больше слез. Все выплакали. Вы знаете, я вас об одном только попрошу, Юрочка. Помогите мне найти могилку, сын. Конечно. Как только станет что-то известно, я сразу сообщу вам. Адрес ваш я знаю. Да, вот. Возьмите. Может, это поможет найти. Могилку. Что это? Гадалка написала дату его смерти. Да, вы меня не провожаете. Спасибо за чай. А я дорогу хорошо помню. До свидания. До свидания. Ваш сын умер. Семнадцатого апреля. Слышь, экономист. Экономист. Подельник на больничку попал. Сгрел у меня их засады. Ну, давай, сгреем. У нас общак распух. Ну, давай. Заодно и на личность сверим. Давай. Кто еще там? Извините, Сергей Сергеевич. Ответ пришел. А, Анастасия Павловна. Спасибо. Подожди. Это какая-то ошибка. Какая еще гражданка ручина? Полина Витальевна. Контролер наш. Ну, у него другая фамилия. Она сытник, понимаешь? Ну, ничего странного, Сергей Сергеевич. Может быть, она фамилию мужа взяла? Может. Ну, 107-я статья. Господи, за что мне это? Так а вы не знали, что Полина Витальевна привлекалась за убийство? Ну, сейчас прям. Там всю грошу и буду открывать. Пять минут подождать. Можно еще время сколько. Я сейчас кому-то постучу по голове. Что за проблемы? Какие люди. Одни и без охраны. Ты что, Крылов? По тюрьме, что ли, соскучился? Нет. По тюрьме нет. А вот вас, Марья Хритонна, забыть невозможно. Мама такая, какая красота. Спасибо. Ну, какая я тебе Хритонна. Невозможно забыть. Я просто Мария. Просто Мария. А для тебя, Крылов, просто Маша. Ой, спасевочки, какая красота. Ты что, пожаловал-то в тюрьму? Да я же... Датюку принес. Пацанам своим. А-а-а. Я надеюсь, все правильно упаковал-то, а? Слушай, Маша, не поверишь. Чего? Я даже дома сейчас заварку в пакет специальной персов. А то мне просто как-то чай ни в чай, ни в радость. Навлатыкался, ни в радость. Нет. Точняк. Копейка в копейку. Так все верно посчитал. Сомневаешься? Да нет, что тогда? Тогда хавку захлопни. Ну что, экономист? Хвалю. Проверку прошел. Проверку? Ты от чего? Подошел в состав с далекой пересылки. Пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая, создала им предпосылки. Что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, без озона, все сезонно. Зона, зона, без резона, канитель. Зона, зона, не к сидельцам, не к погонам. Не сбежит прийти апрельская копейка. На работе встретились, Степ. Будто я не из тюряшки откинулся, а воскрес. Такой пир закатили. Мне прям неловко стало. Это хорошо, Андрей. А то знаешь, как бывает? Вернется человек отсюда, а его в упор не видит. И виноват он, не виноват, и все равно. Андрей Викторович, вот не ожидал кого здесь встретить. Юрий Иванович. Ну как он? Ветер свободы. Бодрит Юрий Иванович. Ну, пойду я, мужики. Андрей Викторович, будет время, загляну. Обязательно, обязательно, Степан Андреевич. Буду рад. Мужиков подкармливаешь? Ну так. Ну как, Андрей, забываешь весь этот кошмар? Что-то забывается, а что-то покоя не дает. Мне бы вам, Юрий Иванович, пару слов сказать наедине. Да сомнений у нас в тебе было, щитовод. Потому я к тебе, Лунюка, и заслал. Стрельнуть пятихатку на крайняк. Значит, ты убежден был, что я в общую лапу засунул? В чем я был убежден или нет, не твоя забота. На прогон не дался, общак сохранил, хвалю, свободу. Постой. Рано сжать на тормоза. Откуда ты, щитовод, бабло выудил, а? Значит, закрапил от брату и бабуси? Под задницей держишь? А ты прав, брателло. Ответишь? Да пошли вы в жопу со своими примочками! Долг верни! А ну замри, экономист! Вы него знаете, который на больничке с санитаром трудится? Да, конечно, видел. Ходит как тать в ночи. Мутный старик. Более чем. Марина считает его баландером, но она уже шестой год как здесь работает, а он еще до нее на больничке зачислен был. Такого не может быть. В баландерах с таким сроком не ходят. Да вот то-то и оно. В камеру он ночевать не приходит, мужики его потому за воленаемного принимают. Постой, а почему тебя так вдруг немой заинтересовал? Так в этом все и дело, Юрий Иванович. Я однажды видел, как он тележку в подвал катил. Но мне это все странным показалось. Я за ним проследил. Но пока плутали туда-сюда по подвалам, я думал, вообще обратно никогда не выберусь оттуда. Да ладно. Вот ж не думал, что у нас под тюрьмой такие катакомбы. И что дальше? Ну, дальше все было как в сказочке с хэппи-эндом. Шверник пронюхал про мое расследование, разорался. Ну и потом меня в скорости чудесненьким образом амнистируют. Постой, ты хочешь сказать, что тебя так и с тюрьмой быстренько убрали? Потому что ты в лес куда не надо? Хочу. Да я не в обиде, Юрий Иванович. Свобода-то не самое страшное наказание. Фильтруй базар, экономист. Совсем нюх потерял? Ты кого посылаешь? Или может опять в торец зарядить? Ладно. На первый раз замнем, но повторишь, не взыщи. И запомни. Все, что бабла касаемо, не твое дело, а общее. Откуда взял лаве для Луня? Считай, нашел. Это ты считай. Ты тут у нас экономист. Это где ж место-то такое козырное, а? Подскажи нам, лохам дремучим. Дай набойчик. Мы туда всей хатой ломанемся. А с каких это дел я должен отчитываться? Общак цел? Цел. Гнилой твой подход не проехал? Не проехал. Ну и все, закончили базар. А ты, Рамсы, не путай. Я по сто раз повторять не буду. Я свою личную вещь заложил срочнику на сутки. Все? Или проверять будете? Так вот он под хатой топчется. Зови, проверяй. И проверим. Ша, братва, кончили разборы. Бабло отдай экономисту. Здорово, Аристарх. Дело есть. Покажи мне дверь, которую вы с Крыловым видели. В подвале? Так, дверь как дверь, чего ее смотреть-то? Любопытный я, Аристарх. Да я там был один раз всего лишь. Может, я не найду. Слушай, я что, уговаривать тебя должен? Чего ты выламываешься? Я не люблю подвал, гражданин начальник. Сыро там мерзко, как в могиле. Боюсь я, короче. А ты не бойся, Аристарх. Я тебя прикрою. Если что. Приехал. Эй, Дэнни. Мне кажется, что это написание из США. Мне? Ага. Родаки Лорена. Пацанов наших приютили. Ломятся во все двери. Походу, отмажут. Письмо от мамки. Да. Костюхин. Из американского консульства. Слушаю. Можно, Николай Испанович? Так. Конечно, приезжайте. Только в управление сначала зайдите. Разрешение надо взять. У нас ведь учреждение-то режимное. Просто так войти нельзя, да? Ну, примем, расскажем. Дадим встречу. Конечно. Ждем. Очень вовремя, Петр Иванович. Что-то случилось? Да. Как у Гоголя. К нам едет ревизор. Усану, что ли? Если бы. Американский консул. Аж из самой Москвы. Деннис Уоррен. Вроде бы ваш подследственный. Есть такой. Ну, вот и принимайте. Если проблемы какие, будут сообщить. Ясно. А когда ждать изволен? А хрен его знает. Акцент у него сильный. Не разобрать. Вроде бы завтра вылетает. Тебе, Максим, как просил. Благодарствую. Вот не ожидал. Спасибо. Сань, только на эту неделю. Новая уже закончилась. Да сойдет, отец. Благодарю. Ну и что там на глобусе творится? Вот, возьмите. Прочел. Можно еще что-нибудь? Ну, конечно, Деннис. Ты чего сам не свой? Случилось чего? Дядя Натан умер. Мне сегодня почта по тюремной дороге пришла. Покой, Господь, иру душу. Я помолюсь за него. Почему все так, отец Михаил? Смерть, смерть кругом. Так не... Так все несправедливо. Понимаешь, здесь тюрьма. Замкнутая. Решетки, серые стены. Поэтому и кажется все таким мрачным. Но ты поверь мне. Не так все безнадежно. Я пытаюсь. Я вот читал вашу книгу, и становится чуть-чуть легче. Будто я не один. Ну, конечно, ты не один. Ну, как же ты можешь быть один? Родители твои живые, здоровые, помнят о тебе, заботятся, волнуются. А девушка тебя какая любит. Ты думай о тех людях, которым ты не безразличен. И посмотри, как Господь тебя бережет. Да. Да. Вы правы. Долго еще идти-то, Аристарх? 20 минут уже чешем. Так лабиринты-то у нас нехилые, Юрий Иванович. Вы разве не знаете? Подвал и не мой профиль. Говорят, раньше на этом месте монастырь был. Ну, давно. Веки так в тринадцатом. Фонарь садится. Черт. Вот. А потом его татары разгромили, стерли с леса земли. Ну, и терт его эмулет. Пустырь здесь был. Пока здесь что-то не построили. Да и они напоролись на лабиринт. А ты откуда? Все знаешь-то. Так, жена моя одна. Ну, из бывших-то. Работала в краеведческом музее. Ага. Такая женщина была. Ага. Слышь, Илья Иванович, мы, походу, не туда зашли. Надо было налево, а мы направо. Ты что, издеваешься, что ли, Аристал? Нам сейчас обратно топать? Да нет. Сейчас вернемся метров на сто, там повернем, и минут пять наш тупик. Ну, свитий у меня фонарь сел. Я вот что подумал. Наверное, я не просто так сюда попал. Все произошло не случайно. Что именно? Ну, да все. Мой приезд в Россию, и знакомство с Любой, и арест. Будто меня кто-то вел, специально испытывал, чтобы чтобы я осознал, осознал себя. Ведь как я жил по четкой схеме, колледж, бизнес, зарабатывать больше денег, чтобы, как все, здесь, здесь я все увидел с другими глазами. Только сейчас я понимаю, что значит свобода. У меня дома так носится этой свободой, но они не понимают это слово, смысла его. И сейчас я знаю, что мне надо делать. Отец Михаил, я хочу креститься. Да, Павел Сергеевич, именно из Москвы, из американского консульства. Как же разыскален-то, а? Черт побери. Сколько он уже сидит? Достаточно. Что делать будем? Вы же понимаете, если консул до него доберется, это скандал будет. Никаких консулов на территории не будет. Понял. работай спокойно. Понял. Так что ты проконтролируй, таран. Лады? Так что по понятиям все. Не вопрос, Лен, сделаю. Тут еще такая тема, в хату 3-5, а пассажир заехал, другу занес. Гляди-ка, фокус никакой. Как живо? Звери-то не погрызли. Ну-ну. А вон пацан правильный. Трубу на общий взял. Тебе. Эх, таран. Такой бы механизм в 50-е. Передай в 3-5. Порадовали старика. Позвольте. Просим до дубка, Гриш. Присаживайся. Что нового поведаешь, отчего? Да чего нового? По-старому все. Лютой тогда. Пацанов прижимают. Ты гонишь, Григорий. Гонят-то говно по трубам. А я говорю. Ты остынь, таран. Пусть он прогон-то свой. Озвучит. А гниловый подход так дам казначей взял. Шестерку подогнал. Деньги запсика цыганит. И что, казначей купился? Да нет. Как пес у будки сидел. Экономист-то мужик с мозгами. Ну, впад. Вот так поступать-то было. Не по понятиям подход. О, здесь уже светлее. В войну-то постройку разбомбили. А после отечественной тюрягу возвели. Рисковые начальники были. Тюрьму над подземными ходами строят. Слышь? Прямая дорога на волю. Да нет. От тех лабиринтов мало что осталось. Много ходов завалило. А главное те, которые наверх. Ну, вот твоя дверца заветная. Так что бежать таким макаром себе дороже. Ты, если не знаешь, как выйти, останешься здесь навеки личные. Зараза. Руку, аристарх. Давай-ка. Навалимся вместе. Давай. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Головной убор поправь. Николай Степанович! Николай Степанович! Здравствуйте. Я Люба Нечаева. Я записалась к вам на прием во вторник. Ну, записались. Хорошо, приходите. Я не могу так долго ждать. Пожалуйста, у меня очень важное и очень срочное дело. Вы слушайте меня. Да не волнуйтесь вы так, девушка. Ну, раз такое срочное, давайте, говорите. Мы с последственным вороном решили пожениться. Но нам нужно ваше разрешение. Ну, решили. Слава Богу, дело хорошее. Так вы дадите разрешение? Да, приходите. Во вторник я подпишу. Ой, спасибо! Спасибо, вы наше спасение. Только... Понимаете, Люба, Уоррен гражданин другой страны. Нужна справка из консульства, да. Из консульства? Угу. А зачем? Так положено. Чтобы знать, Люба, ваш жених женат. Я думаю, тебе и самой будет это интересно знать. Ну, я все знаю про Денниса без справки. Он холост. Ну, к сожалению, правила устанавливаю и не я. Спасибо. Я постараюсь достать эту справку. Удивляюсь я тебе, Люба. Уоррен ведь сидит, по-моему, за изнасилование. Да, но... Это ошибка. Ошибка? Денис ничего такого не делал. Понимаете, мои родители... Николай Степанович, а я вас ищу. Приходите ко мне через час. Хорошо. Ты, Тараша, выдвиженцу-то своему походу не объяснил, что впадлу такие прокладки строить. Ну, поставил казначея. Ну, так доверяй. В натуре. Агдам прав. Полезно, Мужиковна, фуфу проверять. Полезно. Подставился Агдам. Падлу на общак посадил. А я Агдаму не оправдываю. Да не, Таран. Именно свою жопу ты и прикрываешь. Кося, как Агдама. Ты в ответе. Экономист сам в долги впрягся. Под крест нательный лаве забил. За это с него и спросить. Крест. Дело святое. Сегодня крест заложил. Завтра братву. Гриша. Гриша. Ты иди. Иди, Гриша. Блин. Прямо броня, а не дверь. Тут без лома никак. Зачем он? Сейчас к Прешкину схожу. Ключи возьму. Откроем. А может, там, ну, склеп какой-нибудь. Мумии, монахов и все такое. Не пари чушь, Аристарх. Пошли. И все-таки я не понимаю, Светлана Адольфовна. Ну, за что же невинного парня осудить должны? А вы уверены, что Орн ни в чем не виноват? Ну, конечно. Девушка его оговорила. Теперь сама раскаивается. Заявление хочет забрать. Ей не дают этого сделать. А это она вам так сказала? Или это ваши личные выводы, отец Михаил? Сказала. Но я ей люби, верю. Вы знаете, как они любят друг друга. Ну, ошиблась девочка. Родители подбили. Испугалась. Ну, самое главное, ничего не было. Ничего не было. Парень невиновен. Это же очевидно. А что вы от меня хотите? Отец Михаил. Я не имею никакого отношения ни к следствию, ни к суду. Между прочим, я всего лишь отвечаю за порядок в тюрьме. Остальное меня не касается. Не понимаю. Не понимаю. Как же так можете, Светлана Адольфовна? Вы знаете правду и отворачиваетесь. И не хотите помочь. Ну, осудят невиновного. А они тут все невиновные. Пойдите и спросите, кто из сидельцев считает себя виноватым. Единицы. А остальные все. Ну, просто ангелы небесные. И что? Не нужно всех отпускать, потому что кто-то сказал, что они невиновны. Лучше отпустить виноватого, чем осудить невиновного. Понятно. Подождите. Я хочу вам дать совет. Отец Михаил, занимайтесь духовным. То, что вам положено по статусу. А вмешиваться в дела, от которых вы далеки, не стоит. Тяжело вам, Светлана Адольфовна? Как же вы? С таким Адом в душе живете. Можете что-то исправить, помочь кому-то, спасти. Вашей душе помощь нужна. Ваши клиенты, Александр Николаевич, мошенники, убийцы и воры. Вот их и наставляйте на путь истинный. А уж со своей душой я как-нибудь сама разберусь. Значит так, красавица. Еще раз повторяю. Заканчивай свою самодеятельность. Я вас не понимаю. Все ты понимаешь. Предупреждаю. Один неправильный шаг, и твой бойфренд окажется в другой тюрьме. И ты его вообще больше не увидишь. Усекла? Вы этого не сделаете. Вы не посмеете. Не мешай мне, девочка. И все будет в ажуре. О чем ты говорила с Костюхиным? О чем? Он спросил меня, кто я такая. Последний раз предупреждаю, сучка. Дернешься своими руками при душу. Сел. Держишься. Ага. Смотри-ка, экономист. Молодец. Не обманулся. Все в свет. Башковитый. Я б на его месте послал тебя, Лунь, подальше. А он жалостливый оказался. Последний для тебя не пожалел. А Луню у нас мастер уговаривать. Тебе бы на сцене выдрючиваться. А не ушей на нарах кормить. Посмотрим, как он у этого с марчка обратно свое имущество получит. Да какие проценты, брат? У меня больше нет денег. А мне пофигу. Я твой крест хранил, как зенец ока. Можешь сказать, ночью не спал. Он у меня в целости и сохранности. Так что за издержки надо бы заплатить. Да ты что, будь человеком, солдат. Ну не могу я тебе сейчас заплатить. Ты про проценты вообще ничего не говорил. Твои проблемы. Кончай базар. Отсмотр умешаешь. Алексей, ты чего? Да достали все уже. Не люди, звери. И те, и другие. Ясно. Этому ты крест заложил? Да. Отдышали страдальцы. Домой. И не надо меня жаловать. Все. С глаз долой и сердце вон. Пойдешь в бухгалтерию. Рассчитают за этот месяц. Все, Сытник. Все, все. Ну Сергей, Сергеевич. Все, все. Иди, иди. Мне что тут сырость разводить. Гуляй на все четыре стороны. Уголовница. Сергей, Сергеевич, ну я же не хотела вас обманывать. Я думала, никто ничего не узнает. Я, это же все случайно получилось. Ну Сергей, Сергей. Не надо мне ничего рассказывать. У меня без тебя проблем по самой не хочу. Сергей, Сергеевич, ну можно я вам объясню? Ну пожалуйста. Все, все, Сытник. Все, уматывай. Сгинь. Исчезни. Будто и не было тебя. Сергей, Сергей. Уйди, я сказал. Стоп. Ну что ж это такое? Слава тебе. Слава тебе. Ты куда тащишь-то, ехарный пирожок? Я же сказал, слева ставь. Ну. Давай, давай. Николай Степанович. Могу я в тюрьме обряд крещения провести? Ну, не даете вы мне спокойной жизни, отец Михаил. Не даете. Ну, если надо, ну, конечно. Что нужно-то? Ничего особенного. Или маленькую комнату, или свободную камеру. Ну, а все остальное я сам принесу. Добро. Помещение я вам дам. Двух баландеров возьмете. Ну, тащить там купель, не знаю, икону. Спасибо. Баландеры, Волков? Да. Тьфу, ладно. Шагенов, иди сюда. Двух баландеров сгоняй сюда, притащи. Давай, давай, быстрее. Сергеич, дай мне ключи от подсобного помещения в подвале. От какого именно, Бобров? Ты знаешь, сколько там помещений? От того, на котором висит табличка. Опасно не входить. Не вешал я такой таблички. Да и нет у нас такого. От того, чего нет, и ключей тоже не бывает. Сергеич своими глазами видел. Хорошо, дай мне слесаря, я ее выломаю. Сергей Сергеевич. Аюшки. Брать-то чего будете? Да, мне, пожалуйста, булочку. Беско с подливочкой и салатик. А еще план подземных ходов под тюрьмой. Я второй раз. Боюсь, не вернусь. Ты чего меня грузишь, Бобров? Каких ходов? Подвальных. Там сам черт ногу сломит, пока доберешься. Слушай, Юр, дай пожрать спокойно, а? Зайди попозже, все тебе дам. И план, и слесаря, и психиатра в придачу. Не ты. Приятного аппетита. На Пряшкину запиши. Вот нахал. Багров странный. Как не вижу, овече не спешит куда-то. Он всегда такой или хоть иногда на человек похож? Да не, Багров мужик нормальный. Замороченный, правда, такой. Кто в семье бардак, кто на работе муть одна. Вон у него сейчас двое зыков пропали, а до сих пор ищет. Как это пропали? Очень просто. Пейдем быстрее, сработать пойдем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, и же и Сына небесе. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не введи на свои искушения, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Скоро скрыл. Скоро скрыл. Я тебя тоже, Полиночка, никогда не забуду. Более ласковой и доброй женщины я не знал. И пусть не все так гладко у нас было. Арик, ты о чем? Да о том. Она с тобой, Полина. Ты знаешь, что часть моего плавенного сердца всегда будет принадлежать только тебе. Ну, обо мне не печалься. Я попробую как-нибудь жить без тебя. Но ты тоже долго не думай. Забудь. Забудь. Словно ничего не было. Арик, а почему ты решил, что я говорю о тебе? Ты говорила, единственная любовь? Единственная? Ну, к тебе-то это не имеет никакого отношения. Я говорю о другом человеке. О необыкновенном, сильном, страстном. А как же я? Арик, господи, что я говорю? Арик, ты тоже очень хороший. Ты такой нежный, такой ласковый, такой необыкновенный. Ну, понимаешь, я любила другого человека. И у нас не очень... Ну, это не важно, я тоже тебя любила. Арик, прости меня. Прощай. Балует. Че надо? Пошептаться бы. Просьбочка у меня к тебе одна есть, солдатик. Не откажи. Ты, сука. Крест сейчас же вернешь. Ты каждую секунду промедления меньше кислорода вглотил. Легче, спортсмен, придушишь его, настучит-ка. Не настучит. Если жрать хочет, крест отдаст сейчас же. Где крест? Нормально. Вот, молодца. Доставай крест. Спасибо. Выручил. А это тебе. За труды. Аккуратнее. Ну, Алиса. Ну, ты мне так все лекарства переколочишь. Ай, зараза. Ну, что с тобой сегодня такое? То судно на ровном месте разольешь, то карточки перепутал. Теперь еще вот мне лекарства все переколочишь. Простите. Марина Львовна. Плохо. Ничего страшного. До свадьбы заживет. Да я не об этом. Душа у меня болит. Ну, что у тебя на этот раз случилось? Полину уволили. Она теперь в другой город уйдет. Навсегда. Уволили? И кто тебе об этом сказал? Ну, сама сказала. Плачет сильно. Я думал, обо мне убивается. А оказалось, у меня какой-то другой мужик был. И что, за крендель? Вы случайно не знаете? Не знаю, Аристар. Иди, страдали с работы. Только поаккуратнее смотри. Ну, так чего, православный? Как тебя кличут, Теоперича? Денисом. Ну, можно как раньше. Денисом. Нормально. Привыкать не надо. Давай. Так это... Отметить надо. Кристину-то. Замутим братва что-нибудь? Да. Сегодня. Ага. У ворона сегодня. День полон событий. Да? Так принято? Да ты чё? У нас на крестиной столы ставят, поляну накрывают, пьянка, гулянка. Это чтоб на всю житуху праздник запомнили. Ежели ты принимаешь крест в сознательном возрасте, так этот праздник влезается в память навсегда. Думаю, я свои крестины не забуду. И место, где всё произошло. Так, день закрытых дверей. О, Привкина не видел? Так он ушёл. Куда? В кителе был, в фуражке. Домой, наверное, время-то восьмой час. Твою мать. Марин, ты чё пришла? Дело какое-то? Дело? Давление зашло померить. День сегодня тяжёлый, буря магнитная. Тут, я чувствую, у меня на душе как-то тяжело. Ну, давай, доктор, меряй. Ты чё-то грустная какая-то, а? С мужем проблемы, что ли? Нет, у меня всё в порядке. У тебя всё в порядке? А у кого тогда плохо? Немножко повышенный, но для такой атмосферы норма. Ты давай доктор медицины, ты не прикрывайся. Рассказывай. Да при Яшке, Полину Сытник уволил. Ну даёт Сергеич, а. То стонет, что у него люботников не хватает. Тут такие хорошие кадры на улице, вы что понимаете? Да, да вот привязался к женщине. Всё ему какой-то подвох мерещится. Про прошлое Полина узнал. А что у нас в прошлом? Сама ты знаешь? Знаю, Николай Степанович. Я очень хочу, чтобы вы меня выслушали. А там уж, как решите. Подожди. Стой. Поговорить надо. Ладно, иди. После поговорим. Да, привет. Да. Да нормально делаю. Да, хорошо. Пока. Счастливо. Счастливо. Да. Счастливо. Да. Да. Вам плохо? Не то слово. Мне парень поган. Да не волнуйтесь вы так. Ну, ей-богу, завтра же все исправлю. Исправишь ты. Раньше нужно было исправлять, Расяпа. Все целы бы остались. И тогда графиня обнажила свои роскошные груди. Ага. Граф в натуре остолбенел. А потом он сблочил шматье. И поимел графиню прямо тут на подоконнике. Инкрустированным, блин, голландскими изразцами. Но они же не знали, что за всем этим безобразием давит косяка храбрый Д'Артаньян. Тормози. Про подоконник я что-то не въехал. Ша, что ты мне в руку гонишь, Андерсон? Не было там такого. Я кино помню. Таран, так то кино. А я тебе по книжке тискаю. Ты мне по марке не забивай. Я книжек столько прочел, что тебе в бреду и не снилось. Малолеткам будешь про графиню втирать. Ну, короче, кардинал засылает своих ментов. Типа обложили. Д'Артаньян прыгает на вороного скакуна и нарезает винта до Версаля. Здоровичка, Таран. Вот братва тебе собрала. Не побрезгуй. Отдыхай, Сказитель. Не суетись, брат. Присядь. Базар у нас твой будет неприятный. Что случилось в натуре? Что ж ты творишь, Агдам? Я за тебя впрягся. Смотрящим тебя над камерой назначил. С Веленом из-за тебя чуть не разосрался. А ты понятия нарушать. Не рубайся, Таран. Что за базар? Что за прокладки? Это не ты у меня спрашивай. Это я у тебя буду спрашивать. Чего ты там наш мандячил с общиком? И с пассажиром, с этим, как его? С экономистом. Подошел состав с далекой пересылки. Пассажиром, поднимается этап. Жизнь лихая, создала им предпосылки. Что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, безозона, сети зона. Зона, зона, безрезона, комитет. Зона, зона, ни к сидельцам, ни к погонам. Не спешит выйти апрельская копейка. Ничего, ничего. Считаю, что тебе повезло. До свадьбы заживет. Это ты, Марин, в точку попала. Только свадьба у меня пока не намечается. Багров? Ну ты как, цел, нет? Ух ты, черт. Вижу, ничего серьезного, да? Так уж мне рассказали. Да это Волынов всю тюрьму переполошил. Рик понял. Багрова придавили, Багрова придавили. Они зря волнуются. Чую-нибудь, что с него с первого спрошу. Запустил все хозяйство со своей пьянкой. Сегодня в автозаке тормоза отказали. Завтра крыша в сарае обрушится. Вот не надо только Волынова наказывать. Антипыч свое дело знает. А несчастный случай он и так мог произойти. Тормоза, Багров, просто так ни у кого не отказывают. Понимаешь? Пить надо меньше. Вот и весь разговор. А кто пьет-то? Ну ладно, ладно. К словам-то цепляться. Знаю, что завязал. Молодец. А с Волынова я спрошу. Вот и прошу. Подумал я. Тюремный общак нынче без хозяина. Разделен по частям на разные хаты. Поэтому и порядка нет. А беспорядка нельзя. Ну, сам знаешь, Таран, бабки ежедневный счет любят. В одном месте они должны храниться. Понял я, к чему ты клонишь. Централизация нужна. Только у нас такого сроду не было. Нельзя все яйца в одной корзине держать. Ментам легче в одном месте общак хлопнуть. Соображалку иногда включай. А почему нельзя? Менты сроду найти яйца лапу не наложат. Нахрена им неприятности? Не ментов надо бояться. А своих. Измельчал народец. Тащи это за общака мало по малу. За свою хату слово держишь? А что? У меня с общаком полный порядок. За ним экономист приглядывает. Я ведь Таран его не просто так проверял. Я хотел понять, можно ли тебе его кандидатуру предложить. И что ты понял? Подходит экономист. Если тебе нужен человек, чтобы душа за общак спокойной была, лучше экономиста не найти. Проверялка у тебя еще не выросла. Для таких постановок много на себя берешь. Юный рационализатор. Складно репешек дам. Одного не пойму. Как ты осмелился в таком деле инициативу проявлять? Не по сеньке шапка? Или ты не знаешь, что за это бывает? Да, Яр Штаран, я ж только проверить, тебе показать. Крисять, Агдам. Базар твой верный. Надо общак в одни руки передать. Чтобы руки эти были наши. Не зря, Агдам, я на тебя поставил. Вилен, походу, стар стал и догоняет. Одним мухом меня слушает. Другим старых Пердонов своих, типа твоего Гриши. А нам молодым и карты в руки. Так ты что, согласен? Я скажу, да. Вилен скажет, нет. Так, походу, не добазаримся. Надо Агдам кореновать тебя. Двое нас тогда будет. Я ж, я ж стараюсь за тебя в пасть порву руку. В любом. Погоди ты. И будь шустривой. Пришли ко мне своего экономиста. Хочу видеться, не лыханулся ли ты. Ну, Маш, собрала свои манатки. Зашла попрощаться. Полинка, ну, ну, че ты, ну. Да подожди, поставьте свои сумки. Набрала, набрала. За сумищами саму не видно. Боже, ну, как же это. Вот все мое добро здесь. Да я ж здесь, считай, дневала и ночевала. Это же мой дом был. Ой, Полинка. Ну, давай посидим, что ли. Ой, ну, как же так, а, Полин. Ну. Давай, Машу. Ой. С Богом. Ну, ты не заходи. Может, что-нибудь прояснится. Давай, с Богом, Полин, давай. Сука, жизнь. Согласна. Обстоятельства твоего дела, Иванов, изменились. Ты теперь не просто подставляешься, а по-крупному. С каких это поры обычная драка? Это не драка, Иванов. На тебе теперь труп. Э, начальник, какой еще труп? Один из потерпевших, гражданин Будайко, скончался в больнице от ножевых ранений. У нас людей в обрез, а ты сотрудниками бросаешься? Да она сама. Да не надо мне тут сама. Я прекрасно знаю, что Сытник не собиралась увольняться. Николай Степанович, мне посначала тоже показалось, что она женщина порядочная. А сейчас что, прозвел? Да прожжу, что она у нее темная. Да какое в задницу прошлое? Николай Степанович, с таким прошлым работать в нашей системе никак нельзя. А с чего ты взялся судить-то вообще? Какое у кого прошлое? Ты-то с чего взялся, а? Может, у тебя в детстве тоже яблоки? Тырил. И что? Приведи сюда Сытник мне. Приведи сюда Сытник, сказал. Я вообще-то сейчас все объясню. Не надо мне ничего объяснять. Есть привезти Сытник. 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 Ты не води. Эх, сказану. Как это не води? Да не води и все, ты же не у воров на службу. Хрен его знает. Жрать-то надо. Думаешь, мне здесь хорошо? Я, может, в детстве мечтал укротителем тигров стать. И что не стал? Ем я много. А укротители зарплата маленькая. А тут, типа, большая. Здесь возможностей больше. Работа сроднее, укротительская. Так, отстоять разговорчик. Давай, двигай. Да, Величко, не забудьте снять горчичник из Баранова. Только, пожалуйста, не забудьте. А то на вас уже больные жалуются. Да, кстати, Баранов ваш товарищ по несчастью. По несчастью? Здорово, бать. Какое тут здравие? Ну, что ты как? Плохо тебе? Да уж, нехорошо. Все бабы. Будь они неладны. Постойте, папаш. Вот между нами мужиками, а? Ну, что ты почувствовал? Ну, когда с тобой это произошло? Почувствовал? Выпить надо. Тогда все путем пойдет. Да ладно. Неужто алкоголь способствует? Ну, ясное дело. Только надо очень большое количество. Да, папа кланится вам велел, Григорий Яковлевич. Да. А почему вы удивляетесь? Он, между прочим, вас считает самым ценным своим кадром. Да, правда. Да, давайте по слогам. Значит, гайды, шеф. И Акивис. Да, Акивис. Ну, а хоть какая-то информация доступна? Да вы что? Конечно, поможете. Еще как. Ага. Да, да, спасибо огромное. До свидания. Ну что, фамилия Мащенко Великая Сила? Да уж. Правда, по Кивису ничего нет, но зато мне назвали ими следователя, который вел дело по Гадишеву. И я, наверное, думаю, что прямо сегодня я с ним и встречусь. Да, повезло Багрову с помощницей. Настюш, только он вряд ли это оценит. Кать, ну при чем тут Багров? Я же не для Багрова это делаю. Мне само интересно, понимаешь? Ну, ладно. То есть, батя, ты, значит, бухнул и у тебя все восстановилось? Ну, да. Как принесла я из-за эту стербу? Стены ходуном пошли. Соседи прибежали. А я продолжаю. Я бы так не смог. При посторонних. А что мне посторонние? Тут сосед подвернулся. Я его. Два раза. Соседа? То есть, мужика? А под горячий рук все едино. Баба или мужик. По морде и соседу. А в чем по морде? Изменила она мне с ним. Пришлось проучить. За это дело и в тюрьму попал. Постой, батя. А про что ты мне сейчас говоришь-то? Вот тебе раз. А ты про что спрашивал? Я вас понимаю, Анастасия Павловна, но почему бы вам с этим вопросом не обратиться к вашему папеньке? Так он меня к вам направил. Так ли это? Ну, откуда же по-вашему я еще могла узнать, что вы ввели следствие по Гайдышеву? Ах, да, конечно. Так чем вас заинтересовал покойный Гайдышев? Ну, я вам это потом скажу. Как изволите. Я ведь подключился к этому делу на последнем этапе. И многого не знаю. Но зато все... Извините меня, Анастасия Павловна. Дерьмо пришлось разгребать мне. Дерьмо? А какое дерьмо, простите? Господи, ну не повторяйте вы за мной такие слова. Я хотел сказать, что мертвый Гайдышев доставил мне куда больше неприятностей, чем живой. Что заканчивал экономиста? Плановый. Знамо дело. Меня из физкультурного техникума поперли за драку. А уж на зоне я юрфак закончил. Ну-ка замызи нам Купеческого. Не откажешься экономиста? Чифир. А зачем? Я это дерьмо не пью. Просто чай. Угостишь не откажешься. Расскажи мне, экономист, как так случилось, что я к дамы к тебе хорошо относятся. И дядя Гриша. А они ведь люди разного покроя. Не знаю. Я ничего для этого не делал. Так получилось, само собой. Само собой. Ты по существу рассказывай. Вот какое существо тебя до цугунда довело? Может, я чем помогу? Да нет. Мне уже никто не поможет. Как поют? Ни бог, ни царь, ни герой. Ну-ка, про Бога-то зря. Все под ним ходим. И неизвестно нам, кому он поможет. Давай рассказывай. Может, и выгорит чего. Когда Гайдышев скончался, тело его еще полгода в морге пролежало невостребованным. И это при живой жене. А в чем же тут дело? Так она его и засадила за решетку. Ну, поругались они. Он ее избил. Потом он хотел на мировую пойти. Она наотрез отказалась. А потом, когда Гайдышев умер, она нам заявила, вы его убили, вы его и хороните. Ну и что, похоронили? Ага. За государственный счет. Понятно. А из-за чего они поссорились-то? Знаете, Анастасия Павловна, запамятовал я эти детали, да и дела у меня. Задержался я тут с вами. Вы позвоните мне завтра. Я дам вам телефон его жены. Если вам интересно, спросите ее сами. А мне их разборки по горло. Неугомонная ты личность, Багров. Я бы на твоем месте больничный оформил. И Дюйма Хараповецкого подавил. Дался тебе этот подвал. Да там, Сергей Сергеевич, крыс двухметровых. Видите, хочу убедиться. Ты сам-то в курсе? Про крыс-то? Ага. О крысах помнится. Кузя все влубнил. А потом с лестницы навернулся. Ну так ты дашь людей с инструментами? Так. У меня Дрюнчев от безделия мается. Его возьми. Ну и Илечка. Хватит ему на больничке ляс сточить. Двоих хватит? Вполне. Спасибо, Сергей Сергеевич. Багров, ты уж там поосторожнее. С крысами-то. Зря ты в этом начальник затеял. Ну, что ты думаешь, мне легко своего друга обвинять? Ничего, переживешь как-нибудь. Только не вздумай говорить, что истина тебе всего дороже. Я ведь и вмазать тебя могу. Здорово, Васька. Отсюда, Иванов. Гражданин Иванов, вы вызваны на очную ставку с гражданином Терехиным, который сейчас в вашем присутствии подтвердит свои показания. Ну-ну. Интересно послушать. Они тут на тебя такое наговаривают? Ну, в общем, никто мне уже не поможет. Один у меня свидетель Апальский и тот сумасшедший. Ерунда твоя дело. Я знаю Петюня. Он не псих. Любая экспертиза это докажет. Поэтому судья и уперся. Не дай экономист. Делай ей один звоночек. Ага, и Петюня свидетельствует, да. Такое возможно. Тоже мне чудо и чудес. Но ты наивняк, экономист. С общаком тюремным справишься? Или ошибся в тебе, Агдан? Как с тюремным? Тебе что, Агдан ничего не сказал? Ну, тогда я тебе говорю, справишься или другого кого подыскать? Ну, наверное, справлюсь. мне нужно не наверно, а наверняка. Врубаешься? Да. Одно плохо. Плевое твое дело. Скоро откинешься. Это плохо. Спокойно, брат. Мы не менты. Тормозить тебя здесь никто не будет. Так откинешься, найдем тебе замену. Вадька, что ты такое говоришь? Я поясняю. Гражданин Терехин утверждает, что вы, гражданин Иванов, были знакомы по крайней мере с одним из потерпевших. с кем я был знаком. Продолжайте, Терехин. Диман сказал по одному этому, ну, такому лысому, что тот получит сполна за прошлое. Ну, а потом я увидел в руке Димы нож. У меня нож. Все было так, как говорит Терехин. Вы были знакомы с Будайко, и вы действительно угрожали ему. Вадь. И у вас был нож. Вадь, ты что? Слушай, Дим, ну, ну, чего ты боишься? Тебя же, тебя же отмажут, по-любому, дадут по-минимуму, а мне влепят тут по- по- полной. Я отмажутся. Дима, я не чемпион. Я тут для них вообще ноль без палки, ноль без палочки. вся жизнь в тени. Простите. Прости. Ты гнида. фонарь туши, тут уже светло. Аккуратно за эти повороты, наша заветная дверь. Блин, ну и жутко же здесь, а? А ты думал? Интересно, а что за той дверью? Мина отава. Шум. Ага. Хранящий несметные сокровища мусоров. извините, Илья Иванович, нормально. Пуфин. Ну, ребята, давайте. Ну, не знаю, начальник, а у вас на всякий случай, если что, там табельное оружие-то есть? Не дрей, в дрюмничок. А вот еще. Я это так, ради интереса спросил. Я пас. Ты же еще при бабках, лунь. Ну, есть малька. Ну, и не жопься тогда. Мать, не советская власть, к утру переменится. Ну, ты чё, спортсмен? Не грузи, дядь Гриша. Да грузит-то бажа арбузами, а я интересуюсь. Побалакай. Может, что подскажу? Сам знаешь, бог меня ходками-то не обделил. Дурника-то не посоветую. Ни фига себе, да? Похоже на тайное убежище политрука Гузеева. Ну, ты не очень-то себе позволяй, дурничок. Да более знакомый образ. Ленина теперь живее всех живых. только пуль с него сыпется. А из-за чего весь сэрборд и гражданин начальный? Не знаю. Ищите, ребята, ищите. Чё тут искать? Кругом один, вот, хлам. Похоже на то, Юрий Иванович. Только зачем сюда немой контейнер таскал? Табличка опасная на двери. Ну? Похоже на розыгрыш. А может, и Фрэм кто-то подшутил над тобой, величка? Да, надо мной все шутят. А некоторые даже глумятся. А на самом-то деле как было? Какая разница, как на самом деле было? меня друг предал. Да, такой кентяров голодный год у тебя портянку схавает. Друг? Падла гнилая. Ну, а ты по-другому глянь. Это счастье, что такой бесхребетный полузмей показал свою вонючую нутру-то. Думаешь, лучше было бы, если бы он и дальше по твоему лепшему кореша осухарился. А что хуже? Пусть осухарился, а то я сейчас по воле бы гулял. Знаешь, спортсмен, тебя здесь многие всерьез уважают и впрягутся, если что. А тебе сейчас помощь-то понадобится. Какая помощь? Тот парень, что погиб, ведь он не оживет. Да жмурик, дело десятое. Бежевых бояться надо. ведь те ребята-то не просто так к вам подошли. Да говорил мне следак, что они с братвой. Только я об этом ничего не знаю. Ты прежде, чем передо мной в отказ идти, подумал бы хорошенько. Дим, ты бандитскую кассу-то брал. Какую кассу? Ну, то, которые подошли перетереть те трое. Ты из какой группировки-то, Димуль? Все, путем, Магда. Будем тебя коронавируем. Таран, брат, погоди. Нужны две рекомендации. Ну, считай, что моя у тебя есть. Где возьмем вторую? Я не знаю. Велен, походу, меня не любит. Слушай, может, обратимся к законнику земли? Лады. Брат, следующий. Давайте поживее, быстрее. Дочка, а у меня вот гостиниц. Ой, мамаша, у вас тут у всех гостиницы. Давайте. Не займу я твоего времени, доченька. Женщина, разворачивайте продукты. Вот. Это что, гостиниц кому? Да не для заключенного это. Это капитану Багрову. Будь ласкова. Передай ему прямо в руки. Женщина, ну так капитан Багров у нас кажется не заключенный. Слава богу. Ну, а что я-то? Ну, сами передайте. Да нет, нет, не могу я такого человека от его важных дел отрывать. а? Ну, не могу я сама передать. Ну, ладно, ладно. А от кого-то передать, сказать от кого-то. От сына моего, Митеньки. От Митеньки? Да. Ну, хорошо, Багрова будет приятно, от Митеньки передам. А, женщина, фамилия-то как? Фамилия? Где женщина? Что? Хреново, Димуль? Хреново, потому что держишь свое говно в себе. Понимаю, что что-то делать надо. А что, не знаю, в голове пустота? А, дошло он, наконец-то. Не просто так-то со своим дружком оказался. То есть, заварухи. Получается, что Вадим все знал? Все о своем Вадиме. Ты о себе подумай. Тебе закорешиться надо с толкованными людьми. Вести в суть дела. Помогут мне звери. А для начала давай-ка мне все без утайки. я знаю, кто мне помочь может. Опять ты чемпион по хоккею с кирпичом? Скажи следаку, что я на допрос спрашиваюсь. я я я я так любила этого человека. И он меня мы даже хотели пожениться. Но его мать его мать была против. Но он сказал, что он так сильно любит меня, что он пойдет на все, лишь бы мы были вместе. Но его мать считала, что он слишком хорош для меня. Ну, в их роду были даже имена и фамилии какие-то мудреные. А я была для них какая-то ну, я не знаю, дубина стыеросовая. За неделю до свадьбы я получила письмо с фотографиями. на них, на этих фотографиях был мой жених с какой-то другой женщиной, которую я не знала. Тогда я выкрала пистолет и выстрелила в него. Но бог милостив, и он остался жив. Он работал в органах, и он помог мне, чтобы мое дело уголовное закрыли. Надо же, не побоялся рецидива. Какой рецидив? Мы любили друг друга. Это подстроила его мать. Когда это выяснилось, мы попытались, мы попытались как-то наладить наши отношения снова. Но было уже поздно. И у нас ничего не получилось. Я так виновата перед ним. А это еще откуда взялось? Подношение от благодарных узников. Вынужден признать Юра, что гуманизм тоже иногда приносит дивиденды. Чего ты несешь? Какие узники? А я откуда знаю? Агафонова притащила, говорит, какая-то бабка тебя поклон объет. Странно это. Но все равно приятно. Да все путем, экономист. Таран ты походу понравился. Совщиком вопрос решил. Короче, держись меня и в таком авторитете будешь. Заживешь как у Христа за пазухой. Мне Таран сказал, что я скоро откинусь. Правда? Он так сказал? Ну, это вряд ли. А что ты забыл на воле экономиста? Здесь у тебя дело будет выше крыши. А где ты прикажешь мне другого казначей искать? Ну, это твоя забота. Ты лучше забудь о воле экономиста. Здорово, бродяги. Таран велел передать, что послал Маляву за тебя на землю. Так что готов характеристики, положенец. Иссы, экономист. Наше время пришло. Наше время. Верно я вам сказал, Николай Степанович. Теперь сами убедились. Прошлый гражданский сытник самый, что ненавистеный. Я давно тебе говорил, Пряжкин, души у тебя нет. Нельзя в нашей работе без человеческого фактора. Видишь же, страдает женщина. Угу. А потом схватит табельное оружие и натворит делов. Страдает. не схватит. Не схватит. Эх, Сергей Сергеевич, нет у меня желание с тобой диспуты разводить. А если схватит, то не попадет. Костюм нет, слушает. есть, подготовить заключенного Апальского на психиатрическое обследование. Будет исполнено. Оттуда звонили. Второй раз в жизни с замом генерального разговариваю. Понимаю. Ну, так как с Полиной Витальевной-то? Что? Восстановить. Вот мою личную ответственность. Есть восстановить. Так все и было. Поэтому и взялся на себя, что Вадим условно уже есть. Думал о нем, о его семье. А тут навалилась братва, вроская касса, труп. Блин. Во что я влез? Да уж теперь ты знаешь во что. Со всех сторон тебя припекло. Получается, всем успел насолить. И ментам, и бандитам. Да не так все было. Я знаю, что не так. Знаю. А вот все остальные знают? Вот, смотри, вот твои показания против себя. Все против тебя, понимаешь? А что они делают? Это они малявы мастырят. Пошлем их по тюрьмам, зонам. Кто знает про меня, что плохое, откликнется. Но походу таких козлов не найдется. А же что тебе это? Экономист, ты что, в натуре ничего не понял? Я же теперь положенец. Лунь, да объясни ты этому лоху бога ради. Короче, каждый вор перед коронацией считается положенцем. И в это время ему можно кинуть предъяву, когда и в чем он был неправ. Понял теперь, что к чему? Да понял я, что в вашем мире все непросто. А то это те не депутаты. раз в четыре года выбирать. Законник это на всю жизнь. Главное с тобой, Юра, все в порядке. А то, что мне Костюхин выговор влепил, так это все пустяк. Хотя выговор-то мне не за что было лепить. Тормоза-то у автозека были в полном порядке. Что? Тормоза были в полном порядке. Мы с трактористом их вдвоем проверяли. Похоже, тебя кто-то убить хотел. Да ты чего, Антипыч? Тьфу-тьфу-тьфу. Да за что? Да и зачем так сложно? За что сам думай? По мне ты уже давно по краю ходишь. вот с Виллером все никак не угомонишься. Герман повесился, а ведь у него пистолет был. А с Виллером другое дело. За себя я не боюсь. Несчастный случай это, Антипыч. Должно же быть какое-то объяснение. Устал я. Слушай, давай свалим отсюда. Так хочется на старости лет по-человечески пожить. Там мне-то тюрьма уже ночами снится. Сил больше нет. Устал увольнять. У меня еще дела здесь остались. Мне надо убийцу Виллера найти. Дурак. Твоего убийцу кто искать будет? что? Взяли? Волки позорные? Акифорисеи нашего Господа Иисуса Христа! Не верьте им! Братаны, не верьте! Не псих я не псих! Охлеветали меня! Охлеветали как Господа нашего иудеи! И не было покоя! Иудейск мы племени! И вам вам не будет отныне покоя! Ибо истина говорю вам истина! Все подохните! Козлы вонючие подохните! Аминь! А что один стакан? Я не хочу Как знаешь я для себя все решил куплю себе домик в деревне руки у меня есть не пропаду хозяйством обзаведусь фермером заведусь пойдешь ко мне в охранники? Заманчиво Антипыч ну не надейся даже не заманишь я ж тюремный человек у меня даже фобия особенная боязнь разомкнутого пространства так я ж серьезно и я серьезно ну да ладно как знаешь ну по чуть-чуть давай чтобы забыться на время хотел бы да не помогает ботли не помогает только продукт зря переводить чего не пошла жидкость ты че ты че я ничего не вижу необыстрее хорошо не могу я не могу не могу Субтитры создавал DimaTorzok